Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Утром на Зминогорском тракте погиб человек. Расследование смертельного ДТП взял на контроль начальник краевого МВД. Хрущевки уходят в прошлое. Какое жилье сейчас выбирают барнаульцы? Что готовы предложить застройщики? Условия, приближенные к боевым. Ветераны локальных конфликтов соревновались в пулевой стрельбе. Первое рабочее утро началось в Барнауле с трагического события в районе онкоцентра «Надежда». Произошла смертельная авария. Начальник МВД России по Алтайскому краю Сергей Камышев взял на контроль расследование ДТП. Водитель мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, в путь исследования допустил наезд на пешехода мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-трансного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Назначена доследственная проверка, в рамках которой установят все обстоятельства и причины происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации. А в ночь субботы на воскресенье в Барнауле сгорел ретроавтомобиль. Инцидент произошел по адресу Антона Петрова 254 в 11 вечера. По словам очевидцев, Toyota Celica 1984 года выпуска начала понемногу дымиться сразу после того, как хозяин ее припарковал. Спустя некоторое время загорелась передняя часть автомобиля, предположительно двигатель. Пожарные прибыли примерно за 10 минут. Также подоспела скорая помощь и полиция. Возгорание удалось ликвидировать за несколько минут. Пострадавших нет. Сейчас машина продолжает стоять во дворе. Продолжим. Барнаул в 2023 году вошел в топ-50 лучших городов по вводу жилья, обогнав Сочи, Омск и Волгоград. Это данные статистики. Только за последние пару месяцев девелоперы получили 6 разрешений на строительство. При том, что ипотека сейчас все менее доступна, интересные проекты пользуются спросом у жителей города. Как изменились предпочтения горожан и что им предлагают строительные компании Барнаула, расскажем в сюжете. Жилой комплекс на Зминогорском тракте рядом с телевышкой планируют сдать во втором квартале 26-го года. На днях здесь побывал глава Барнаула. Ну, хорошая какая-то, эксклюзивная, наверное, да? Можно так позволить себе сказать? Вот, конечно. Ну, мы как делаем? Мы первые и последние этажи делаем, ну, скажем, уникальные для какие-то особенные, так скажем, квартиры остальные. Вот у нас со второго по, условно, по восьмой этап, ну, так скажем, тепловая нарезка. Запросы горожан год от года меняются и уже мало кто готов жить в старых однотипных хрущевках, говорят эксперты. Барнаульцы этот факт подтверждают. Хорошая квартира, там, метров 60-70, чтобы убираться было удобно. С видом на тихое. Просто раньше хотелось вид на центральные улицы, а потом понимают, что они шумные. Конечно, на что-то тихое и красивое. Важно, чтобы площадки были для детей. Возможно, какой-то выход на свою террасу. Высокие потолки, просторные комнаты, чтобы это не было таким квадратным каким-то. Возможно, более длинные комнаты. Терраса очень хорошо, чтобы это было место большое, свободное. Небо, солнце, зелень, красота. И даже доходить никуда не надо. Специалисты почти в один голос говорят, в городе стали появляться проекты с достойной архитектурой. Или, как минимум, с претензией на достойную архитектуру. Террасы, балконы, уникальные планировки, окна в ванной. Иными словами, сейчас тренд на повышение качества продукта. Года два, наверное, три назад, я так наблюдаю, произошел какой-то перелом. Перелом в сознании заказчиков, крупных стейкхолдеров, наших строительных компаний, которые стали понимать, что архитектура – это все-таки очень важный элемент этой жизни. Люди, которые приобретают сейчас вот эту архитектуру, они уже покупают не просто квадратные метры, они покупают архитектуру, они покупают фасады, красоту. Застройщики немножко так тоже гонятся за какими-то интересными решениями. Кто-то делает интересные стеллобаты, эксплуатируемые кровли, кто-то фасадные решения больше внимания. Фасадным решениям уделяет кто-то, скажем, уделяет больше внимания среде, чтобы там детские площадки были, чтобы озеленение было. И такие запросы тоже идут от горожан. Дома, по их мнению, должны строиться с учетом социальной инфраструктуры. Самая важная школа, садик, чтобы ребенок мог выйти и сам дойти до школы, чтобы не обязательно его было туда везти. Это было бы, конечно, круто. Даже если жилье в лесу, вот где-то там рядышком, на стыке разных выездов дорог, иметь какую-то школу и садик. Было бы вообще шикарно. Большинство застройщиков, к тому же, стараются свести до минимума вмешательства в природный ландшафт и по максимуму сохраняют существующее озеленение. Да и сами городские строительные объекты, по словам главы города, в основе своей отличаются высокой культурой. Здесь безопасно и чисто. В целом, благодаря таким компаниям, застройщикам, наш город меняется, хорошее. Вот в целом, если сказать, я думаю, что меняется, я думаю, хорошее, но, наверное, вопрос больше к жителю города. Хорошее ли город, меняется ли он? Но я думаю, что да. По-моему, такое замечательное место и лес, я думаю, воздух. А вот чего Барнаулу все еще не хватает, так это комплексные реновации, отмечают эксперты. К примеру, Павел Князев, директор компании «Мой дом», уточнил это, когда застройщик берет на себя обязательство комплексно реконструировать большой участок города и обеспечивает комфортную среду для населения с точки зрения парковок, социальной структуры, единой архитектуры. Сейчас этой комплексности и целостности не хватает. И, наверное, это самое важное. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. День народного единства отметили в столице края. В честь праздника в Барнаульском ДК состоялся концерт «Единством народа. Россия сильна». Об одном из главных патриотических событий года расскажет Мария Костылева. Праздник всех и каждого. В этот день на сцене собрались лучшие творческие коллективы края. С Днем народного единства барнаульцев поздравили первые лица региона. Мы всегда сохраним наше единство. Мы в нашем городе живем процветающим, потому что мы вместе с вами. Мы все делаем вместе. Живем, учимся, работаем, отдыхаем. Мы – единый народ барнаульцев. И вот так во всей стране. Со сцены звучали патриотические композиции, которые оказались знакомы каждому. Вне зависимости от возраста зрители напевали знакомые мотивы. Гостями праздника стали представители ветеранских организаций и национально-культурных объединений. Волонтеры, которые сейчас помогают бойцам СВО. Курсанты, кадеты, юнормейцы, школьники. В этот день молодому поколению еще раз напомнили, как появился праздник, какие исторические события легли в его основу и почему сегодня это так важно. И вот сегодня слова «Мы вместе», они тоже стали девизом нашего времени. Так случилось, что нужно вновь защищать свою Родину. Что нужно вновь отстаивать и доказывать, что мы великая страна, что Россия, она просто непобедима. А еще в этот день в холле ДК для всех любителей живописи развернули настоящую картинную галерею. На выставке художника-монументалиста Сергея Шумакова были представлены работы, напоминающие о героических легендах, суровом быте геологах и воинском подвиге. Мария Костолева, день с толком. Когда мы едины, мы непобедимы. Под таким девизом прошла очередная отправка гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО. В честь Дня народного единства в мероприятии приняли участие представители одной из диаспор, проживающих в Алтайском крае. Далее подробнее. Скоро эти коробки с сухпайками будут в зоне СВО. Собирали всем Алтайским краем. Предприниматели, общественные организации, представители разных политических партий, а также волонтеры. Поучаствовала в акции по сбору гуманитарной помощи и таджикская диаспора. Помимо сухофруктов, орехов и чая они подарили УАЗ. Наши передки во время Великой Отечественной войны тоже дружили, победили. Мы хотели на этот раз тоже для победы, общую победу, мы вместе будем, дай Бог, победу на нашу Россию. Помимо коробок с продуктами, автомобилей, прицепов, дронов, тепловизоров отослали даже в квадроцикл. В общей сложности из Барнаула отправилось 4 фуры с грузом на 80 тонн. Притом гуманитарная помощь пойдет не только в зону СВО, но и в подшефный Славяносербский район. Огромный перечень вы видите всего. И, конечно, самое главное, это именные посылки для наших ребят, которые собирали, родственники, родные, близкие, друзья. Для ребят очень важно за такое количество километров понимать и знать, что здесь мы, да, мы живем мирной жизнью, да, мы ходим в школу и так далее, но мы про них не забываем. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. 60-летний юбилей отметили студенческие отряды Алтайского края. Сейчас в этом огромном молодежном движении насчитывается около 5000 участников. А если взять всех, кто когда-либо участвовал в этом движении, наберется население целого города. Действующие бойцы и ветераны отметили важную дату масштабным слетом в Титофарене Барнаула. Там побывали и мои коллеги. Каждый из них вписал свое имя в историю. Студенческие отряды Алтайского края отметили 60-летний юбилей. Молодежное движение Советского Союза, а после России, получило особенно мощное развитие на Алтае. Мои родители познакомились в десанте, в снежном десанте время. Тоже оба ездили в стройотряды. И поэтому я с детства знала, что это такое. Естественно, придя в университет, тоже пошла в отряд. В тот же, в который ездила моя мама, в Сальвейк, и в десант, в котором познакомились мои родители в десант время. Там же в отрядах я встретила своего будущего мужа Максима. И теперь у нас есть маленький сынок Дима, и мы вместе с ним уже ходим на мероприятия. Традиции передавались от поколения к поколению. Молодежь находила в студотрядах спутников жизни, друзей, соратников. Сейчас студенческие отряды часто выезжают на трудовые объекты за пределы региона. Но в советские годы многие объекты Алтайского края, которые действуют и сегодня, тоже строили студенты. Каждый год, эти 60 лет, есть выпускники университетов, которые были в студенческих отрядах. И это огромное сообщество, братство, на самом деле, объединенных общей философией, общими ценностями людей, философией труда, трудового человека. Оно воспитало очень многих людей, которые смогли свой достойный вклад и, став уже совершенно взрослыми и состоявшимися людьми, внести свой вклад по самым разным направлениям жизни и развития Алтайского края. Кроме строительных, в крае действуют педагогические и сельскохозяйственные отряды, отряды проводников и зимние отряды снежный десант. С мощным развитием туризма появились сервисные отряды, а несколько лет назад под запрос работодателей – медицинские. Первый отряд был создан в 2019 году. Но если мы говорим о медицинских отрядах как о направлении, то, конечно же, этот старт был дан в 2023 году. Но для бойцов студотряды не столько место работы, сколько площадка, где можно испытать и закалить себя. Я раньше был очень интересным человеком, то есть даже банально сейчас данных интервью я бы не смог. Сейчас я стал намного раскрепощеннее, со всеми общаюсь. Естественно, работа с детьми – это тяжелая психологическая работа, и психика тоже закалена стала. Смотрите, какая мощь, какая армия людей, которые прошли через это движение. Это люди, которые умеют работать в команде. Это люди, которые знают, что такое труд и понимают, что труд – это крут. И где бы они ни находились, в какой бы сфере они ни работали, это помогает им выстраивать траекторию своей дальнейшей карьеры. Сейчас в Алтайском крае рекордное число отрядов – 142, только действующих представителей несколько тысяч. Давно повзрослевшие бойцы сегодня занимают различные посты в компаниях и ведомствах края, а также страны. А молодые юноши и девушки пробуют на вкус работу и дружбу. И каждый из них уверен – эти годы были прожиты не зря. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Вооруженные силы России, Белоруссии, Казахстана и Армении сегодня отмечают День военного разведчика. Накануне праздника в Барнауле прошел турнир по пулевой стрельбе, участниками которого стали ветераны боевых действий и локальных конфликтов, а также сотрудники силовых и экстренных служб. Никуда не торопимся. Спокойно следим за дыханием. Про тренировки на полигонах принято говорить в условиях, приближенных к боевым. Здесь же, напротив, участникам советуют максимально расслабиться, побороть волнение. Да, оно, конечно, есть. Несмотря на то, что на рубеже ветераны войн и локальных конфликтов. В канун Дня военного разведчика такой турнир для них проводят уже в десятый раз. Сначала он начинался как бы там ветераны Афганистана, ветераны Северного Кавказа. Потом к нам присоединились в 2014 году, в 2015 году присоединились ребята уже, те, кто добровольцы наши, алтайские. Ну а в этом году этот турнир, как бы, мы его немножко расширили. У нас уже несколько лет подряд принимают ребята в участие и сотрудники МЧС, сотрудники других силовых структур. С малокалиберной винтовкой или, как ее называют, ласковой мелкашкой, многие из них знакомы еще со школьных лет. Стрельба входила в курс НВП. Ну а повторение пройденного принято начинать с простых заданий. Дистанция стрельбы 50 метров, классическая стрельба идет упражнение МВ-1, самое простое упражнение, да, три пробных выстрела, пять зачетных. Ну, в зависимости, потому что стрелки там у нас невысокопрофессиональные стреляют, да, больше это любительское такое соревнование. По федеральным стандартам пулевой стрельбой начинают заниматься с 10 лет. Как говорят спортсмены, такое оружие, в отличие от лазерного, к примеру, учит дисциплине, сдержанности и развивает волевые качества. А еще учит четко видеть перед собой цель во всех смыслах. Для меня самое сложное это эти 50 метров, я думаю. Потому что я никогда с 50 метров не стрелял. В принципе, надеюсь на победу. Однако победить, как оказалось, даже ветеранам сложнее всего свои собственные эмоции. Как шутят участники, здесь над головой, конечно, не свистят пули. Но это не значит, что адреналина в крови вовсе нет. Как доказательство, порой пробные выстрелы куда лучше зачетных. Пробные – это не результат. А вот когда начинаешь работать на результат, это уже борьба с самим собой. То есть ты уже в голове, у тебя идет, нужно результат, нужно результат. Впрочем, откровенно, в молоко здесь не бил никто. Хотя специально к стрельбам ветераны не готовились. Особенно нет, не готовился. С учетом предыдущих навыков, которые у нас имелись, мы просто их применяем. То есть какой-то специальной спортивной подготовки мы не имеем. Для того, чтобы правильно попасть, нужно правильно, скажем, задержать дыхание или сделать выстрел на выдохе. Также не дерлить курок пальцем, а плавно его спускать. Тогда выстрел может быть уже более четким и результативным. Чтобы распределить награды, участникам понадобилось три часа. Самыми результативными по итогам командного зачета стали представители фонда «Защитники Отечества». На втором месте – «Союз ветеранов Чечни». И третью ступень пьедестала заняла команда ассоциации «Патриоты Алтая». Студенты из Африки, Республики Тога, Армении, Таджикистана сыграли в футбол на Алтайской земле. Турнир организовали Комитеты по делам молодежи и физической культуры и спорта Барнаула. Иностранных студентов в краевой столице учатся все больше, поэтому турнир призван укрепить межнациональные и межрелигиозные отношения между российской студенческой молодежью и студенческой молодежью иностранных государств. В подробности у Дмитрия Дроздова. Футбол – вид спорта контактный, но уважение на площадке превыше всего. На базе второй спортивной школы Барнаула собрались представители иностранных граждан, национально-культурных объединений стран Африки, Республики Тога, Анголы, Армении, Таджикистана и многих других. К слову, этих ребят всех вместе собирает уже третий раз. Здесь встречается несколько национальных геаспортов культурных, иностранных граждан, нестандартная обстановка, общение. Ну, спорт объединяет все-таки. Спорт – норма жизни, объединяет всех. Сдруживает молодежь, дружит, общается. Приятно, веселая, теплая обстановка. По регламенту все традиционно. Восемь команд разделены на две группы. А после футболисты сыграют стыковые матчи. Этот турнир еще раз доказывает, что футбол – игра миллионов. Даже в такой небольшой стране, как Тога, игра в мяч на первом месте. И не всегда важен результат. Я люблю футбол. И спорт люблю. Поэтому, когда появляются, вот такие возможности я участвую. Слушай, ну ты классно с мячом работаешь. Ты где-то занимался? Ну да, с детства. Когда я еще был маленьким, играл с друзьями на улице. И вот, сейчас получается, играю неплохо вроде. Я считаю, это интересная задумка. Турнир хороший. Ну, почаще надо провести такие спортивные мероприятия. Ну, хорошо влияет на молодое поколение, на подрастающее. Ну, задачи какие-то есть? Или чисто поиграть приехали? Да, просто поиграть, провести время. Многие участники надеются, что такой турнир станет традиционным и будет проводиться ежегодно. К слову, эти команды уже играли в честь Дня Победы. А сегодняшний турнир приурочили ко Дню Народного Единства. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. У меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноз компании Валар Мира. И добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok